Ростов сегодня это разработка российским оперштабом по коронавирусу законопроектов об обязательных QR-кодах и скорое подорожание стоимости проезда в общественном транспорте города. Это два билета на самолет на рейс никуда. Ремонт за решеткой, стоивший денег родственникам заключенных и штрафа начальнику колонии. А также выставка достижений точной медицины и 95-процентная готовность первой милиэкопарка вдоль реки Тимирник. Ростов сегодня это поход на Старый базар за главным продуктом для яичницы, омлета и других сладостей и концерт посвящения отцу русской балалайки. А еще это чтение Достоевского в переводе с немецкого и французского и бесснежный ночной мороз за окном. На первом ростовском информационная программа Ростов сегодня. Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Два законопроекта о введении обязательных QR-кодов в общественных местах общепития, ЖД и авиатранспорте прорабатывает российский оперштаб по борьбе с коронавирусом. Об их внесении в Госдуму сообщат дополнительно. Первый касается общественных мест и рассчитан до июня 2022 года как экстренная мера. Решение о введении QR-кодов будут принимать регионы, а поправки предусматривают. На массовые мероприятия, в театры и кино, кафе и рестораны, магазины товаров не первой необходимости можно попасть только по QR-коду о прививке, справке о недавно перенесенном ковиде или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом. Конкретные объекты определяют главы регионов с учетом санэпидситуации. До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест, а после такая возможность будет только по медотводу. Второй законопроект касается перемещения в самолетах и поездах. Новые законопроекты не имеют отношения к общественному транспорту, аптекам, продуктовым, розничным магазинам и товарам первой необходимости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России на сегодня 48,4%, а нужно как минимум 80%. Для этого должны привиться еще 22 миллиона россиян, плюс 9 миллионов ревакцинироваться. Такие цифры привела вице-премьер Татьяна Голикова, предупредив, если в ближайшие месяцы рубежа 80% не достигнуть, можно свести на нет многие усилия по борьбе с ковидом. В сегодняшней суточной статистике Ростовской области всего 6 тысяч привившихся. При этом инфицированных зафиксировано 650. Это повторение пандемийного максимума. В Ростове 201 положительный тест, 33 в Волгодонске, 30 в Таганроге. Умерли 35 больных ковидом от 56 лет и старше. В целом по стране заболевших больше 40 с половиной тысяч. Умерли 1237 человек. 33 тысячи выздоровели. Повышение тарифов общественного транспорта в Ростове сдвинулось на два дня. Сегодня администрации города официально объявлено. Проезд подорожает с субботы 13 ноября. Новые расценки таковы. В автобусе при оплате транспортной картой 29 рублей, при безнале банковской картой 30 рублей и самый дорогой наличный расчет 32 рубля. В трамваях и троллейбусах дешевле. 23 рубля, причем независимо от формы оплаты. Льготы для пенсионеров и школьников сохранятся. Автобус для них будет стоить 14 рублей 50 копеек при безналичном расчете социальной картой. Троллейбус и трамвай 11.50. В администрации поясняют, повысить тарифы попросили транспортные предприятия, жалуясь на рост цен топлива, запчастей и горюче-смазочных материалов. Транспортники мечтали о стоимости поездки в 45 рублей, но именно принятые сейчас тарифы признаны обоснованными. Билеты никуда купила у авиакомпании женщина себе и ребенку. Хотела улететь, но в аэропорту выяснилось, самолет полон, мест больше нет. Пришлось мешаться транспортной прокуратуре. Чем закончилось это дело, знает ростовский городовой. Также Лидия Романченко расскажет о преступно заботливом начальнике батайской колонии, табачной контрабанде и поддельной воде. Самые заметные происшествия в сводке ростовского городового о них расскажу я, Лидия Романченко. Здравствуйте. Начальник батайской колонии заплатит за чрезмерную заботливость. Александр Никифоров так хотел улучшить условия жизни осужденных, что предложил их родственникам скинуться. Нет, не на шторы, на ремонт. Те не отказали, и помещения исправительного учреждения стали преображаться. Правда, процесс затянулся на три года. С мая с 2016 по апрель 2019. А правоохранители расценили это стремление сделать заключение комфортным, как превышение должностных полномочий. По уголовному делу батайский городской суд сегодня огласил приговор виновен, и теперь уже бывший начальник колонии поплатится штрафом в 70 тысяч рублей. Авиакомпания «Азимут» продала билеты на несуществующие места в самолете. Женщина планировала улететь рейсом минеральной воды Нижневартовск. Купила два билета себе и ребенку. Но уже в аэропорту выяснилось, что места в самолете закончились, и самолет улетел без лишних обелеченных пассажиров. Тогда те обратились в транспортную прокуратуру и авиакомпанию, что называется, спустили с небес на землю на два административных протокола за оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством России требований. В связи с выявленными нарушениями прокуратуры в адрес руководства авиакомпании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо, компенсированы понесенные заявителем расходы. Также возбуждены два дела о административном правонарушении по статье 14.4 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Россиянин и украинец нашли одно общее дело. Жаль только незаконное. Как-то вечером они перекидывали из Украины в Россию увесистые коробки, но, заметив пограничников, бросились бежать, побросав свое добро. В коробках оказались сигареты известных марок 12,5 тысяч пачек. В пересчете на деньги больше миллиона рублей. Пока составлены административные протоколы за невыполнение требований пограничников и нарушения границы, но вполне могут завести и уголовные за контрабанду табачных изделий. Воду вывели на чистую воду. С минеральной подделкой столкнулись сотрудники ростовской таможни, проверяя экспортный товар. Партия из 6 тысяч бутылок с минералкой оказалась контрафактом. К такому выводу пришли после запроса правообладателям марки и экспертизы. Так что грузовик пришлось осушить. Экспортер остался на миле и не так страшны штрафы, как конфискация. На этом у меня все. До встречи. Точная медицина 21. Здравоохранение Юга. Под таким названием начал работу в Ростове медицинский конгресс-выставка. Конгресс – это конференции, семинары, мастер-классы. А на выставке сотня компаний представила новые технологии в оборудовании, инструментах, расходных материалах и лекарствах. Это обеззараживающая установка проходного типа. Она устанавливается на входе в здание. Человек открывает дверь, заходит в нее на 20-30 секунд. Происходит его обеззараживание. Разработчики уверяют, дальше этой установки вирусы и бактерии не пройдут. Остановят их озон и ультрафиолет в специальной концентрации, которая не опасна человеку, так что в кабину можно входить в обычной одежде. Предлагается установка как больницам, так и другим местам с высокой проходимостью, будь то торговый центр, например, или спортивный зал. Ряд таких установок был закуплен на чемпионат мира по гонболу в Хорватию. Их устанавливалось по нескольку штук у входа на стадион. И все входящие, в том числе спортсмены, проходили через эти установки и, соответственно, только потом попадали на стадион после вот этого обеззараживания. На выставке «Точная медицина-21 здравоохранения Юга» 55 стендов от сотни производителей высокотехнологичного медоборудования. Это аппараты УЗИ, рентгены, компьютерные томографы, плюс инструменты, лекарства, расходные материалы. Такие мероприятия очень важны, в том числе и в период, когда обстановка эпидемиологическая остается сложной. Практически врачи, научное сообщество может общаться, может участвовать в дискуссиях, совершенствовать свои навыки, знания, обсуждать то новое, что есть у нас в медицине. Конгресс-выставка – это еще и площадка для получения новых знаний и обмена опытом. На семинарах, мастер-классах и лекциях выступают с докладами ведущие специалисты, именитые врачи со всей России. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Читы и так далее. Есть участники из-за границы, из Армении и Грузии. Одной из главных тем стала онкология. Специалисты обсуждают, как ее обнаружить, как можно раньше и максимально успешно сделать операцию. На экранах демонстрировали хирургическую работу, к обсуждению подключались онлайн другие спикеры. Если бы удалось показать еще и живую хирургию, дал бы гораздо больше, потому что планировали еще и трансляцию операций. Но, тем не менее, мы подготовились даже к этому. У нас будет семи лайф-трансляция операций, то есть записанная, не резанная, не монтированная вмешательство. Это очень интересно донести до коллег. Ведущие специалисты со всей страны собрались. Одна из лекций для руководителей больницы-поликлиник по эффективности общения с персоналом, повышению качества работы и другим управленческим решениям. Медицинский конгресс продлится в общей сложности три дня. Лидия Романченко и Екатерина Лободина, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Первая миля парка у реки Тимирник почти готова принять гуляющих. Осталось кое-что исправить, устранить и посадить. С этим должны успеть до Нового года. А следом пойдут следующие мили. Парк Дружба, Щепкинский лес, Ботанический сад. Тимирник – река со славной историей, но с незавидным недавним прошлым. И вот совсем скоро Тимирник снова станет местом, куда хочется приходить. Начиная от новых ворот зоопарка и до парка Октября, уже почти все обустроено. Пешеходные дорожки, лавочки, освещение, смотровые площадки. Хотя в ходе строительных работ возникало немало трудностей. К примеру, далеко не сразу правильно заработала система автополива. У нас на этой территории было огромное количество мусора, когда мы заходили на объект. Нам пришлось вывести порядка 11 тысяч тонн мусора с данной территории. Конечно же, важнейшая составляющая парка – зеленые насаждения. Газон, кусты, деревья – все это уже прибыло на первую Тимирницкую милю. Многое заняло свое место. К примеру, уложено порядка 20 тысяч квадратных метров газона. Деревьев высажено около семи сотен. Осталось посадить всего 40. Все они, конечно, подобраны с учетом наших климатических особенностей. А то, что сегодня здесь высажено – это дубы, боярышники, ивы. Ну, в принципе, основные деревья. После территории зоопарка река проходит по парку Октября. Эти участки скоро соединятся мостом, и его опоры и конусы уже возведены. Мост через реку Тимирник, который строится за внебюджетные деньги. И он также будет завершен, синхронизировано будет завершение первой мили, он будет завершен до нового года. Первая миля в этом году будет сделана и устранены все замечания. Второй милей непрерывной набережной Тимирника станет парк «Дружба» на Северном. Третий, скорее всего, Щепкинский лес. А еще есть планы сделать так называемую нулевую милю в Ботаническом саду. Иван Полехин, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Ничто так не радует злорадного человека, как беда ближнего. А если этот ближний еще и из ЖКХ? Аварийная машина водоканала провалилась в известную горожанам дорожную яму. Наш корреспондент Юлия Карасюк заметила этот конфуз через интернет и сейчас расскажет, что еще потрясло или впечатлило ростовчан в сети. Еще горожан пугали яркие подтеки на дороге и жидкость в кране, мало похожая на воду. Кровь осенних листьев разлилась по ростовским улицам. Такое предположение сделали горожане, когда увидели эту фотографию. Алые потеки на Советской напугали прохожих. Но другие сразу утешили. Бояться нечего. Это просто дороги плачут кровавыми слезами. Чувствуют, что снова не переживут ростовскую зиму. А автолюбители выдвинули свою практичную версию. Это просто тасол разлился. А вот что поистине ужасно, так это карма коммунальщиков. Как сообщают очевидцы, эту яму на Северном заделывали уже раз пять, но некачественно. И вот в ловушку попала аварийная бригада водоканала. Жаль, что дорожники туда не провалились. Сетуют пострадавшие от ЖКХ горожане и жаждут полного торжества справедливости. Самое время выпить чашечку ароматного зеленого чая. Стоп, здесь мы видим совсем не чай. Это водопроводная вода. Жители Левенцовского жалуются на безобразное качество воды из-под крана. Женщина просто решила помыть посуду и заметила такое. Вы нагло врете и просто пьете пенное, шутят в комментариях. И уже серьезно добавляют. В соседних домах то же самое. Пока на улице светит осеннее летнее солнце, в ростовских магазинах уже готовы встречать Новый год. Продажи елочные украшения и мишуран. Но судя по переполненным витринам, покупать новогоднее убранство еще мало кто созрел. Выглядит неплохо, пишут комментаторы. И добавляют, жаль нет на все это денег. Ну, ничего, дождитесь распродажи. В 30-х числах декабря точно можно будет купить все это добро за копейки. А у меня на этом все. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Юля. А мы продолжаем выпуск. Ростов сегодня это поход на Старый базар за главным продуктом для яичницы, омлета и других сладостей. И концерт посвящения отцу русской балалайки. А еще это чтение Достоевского в переводе с немецкого и французского. И бесснежный ночной мороз за окном. Если у вас дома по двору или балкону бегает хоть одна курица или, по крайней мере, лежит в холодильнике, то вы знаете, сначала была курица и только потом яйцо. Иначе кто бы его снес? Но сегодня мы посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Откуда эта курица вылупилась? И вообще, птицу еще надо вырастить. А яйца, вон они, в лотках и ведрах на Старом базаре. Наш корреспондент Марина Черных сегодня позавтракала картошкой, чтобы желтки и белки остались в скорлупе для телевизионной картинки. Добрый вечер, коллеги. Покопалась я в интернете и выписала больше 11,5 тысяч рецептов с яйцом. Масса вариантов яичниц. Омлет классический, омлет японский. Яйца маринованные в соевом соусе, фаршированные чем хочешь. И в салатах, выпечка, гоголь-моголь. В общем, без яиц на кухне делать нечего. Ведь и по цене это один из самых доступных продуктов, хотя тоже имеют свойство дорожать. Итак, за год яйца скаканули в цене больше, чем на 15 рублей. В прошлом ноябре они стоили в среднем по Ростову 62 рубля за десяток. А сегодня Ростовстат выдает среднюю официальную цифру почти в 78 рублей. И это при том, что всего месяц назад давал 74. Но цены Ростовстата на магазинные и фабричные яйца заметно отличаются от рыночных на домашние. Как взлетели еще в прошлом году перед Новым годом за сотню, так и летают, не падают. Сейчас стоимость домашних куриных яиц 100-135 рублей за десяток. А перепелиных сотня, но это стакан больше 20 штук. Хотя мы нашли на рынке и куриные за 90, но это мелкие от молодых несушек. И что будет дальше, продавцы не прогнозируют. Впереди зима, нестись куры будут меньше, а тут еще и корм стремительно дорожает. В общем, будем надеяться, что пока хотя бы нынешние цены зафиксируются, а то совсем не хочется отказывать себе в удовольствии начать день с яичницы. Тем более, что она очень полезна. Главное, не злоупотреблять ею тем, у кого сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта и печени. На этом у меня все. Спасибо, Марина. Мы идем дальше. Отцом русской балалайки называют Василия Андреева, создателя первого в истории оркестра русских народных инструментов. С 1888 года он назывался Кружком, а в 1896 стал Великорусским оркестром. В его составе было 14 музыкантов. В этом году со дня рождения композитора и балалайчника-виртуоза Андреева 160 лет. Оркестр русских народных инструментов Дон посвятил юбилею концерт. Звучали народные песни и Чайковский, Испанский танец и Светит месяц. Все начиналось, как кружок любителей игры на балалайках, а уже потом появился Великорусский оркестр. Василий Андреев, однажды услышав балалайку, был поражен, как такой несовершенный с виду инструмент, всего с тремя струнами, может давать столько звуков. Подай балалайку, подай балалайку, подай балалайку сюда. Василий Андреев услышал балалайку, когда ему было 22 года. Тогда и начался путь этого народного инструмента на эстраду. Несколько лет занял процесс его превращения в концертный вариант, так знакомый нам сейчас. Шаляпин писал Андрееву, ты пригрел у своего доброго, теплого сердца сиротинку балалайку, а твоей заботы, любви она выросла в чудесную русскую красавицу, покорившую своей красотой весь мир. В том-то и интерес у меня возник, что это больше мужской инструмент, и мне хотелось именно на этом инструменте показать энергетику свою. У меня брат родной играл на балалайке, ну и параллельно сестра на домбре. Я выбрала балалайку, мне больше понравился этот инструмент, своей яркостью, тембром. Я хочу сказать, наш коллектив очень молодой, много ребят-студентов, которые продолжают это дело, начатое Василием Васильевичем Андреевым и по сей день, и стремятся, и делают все, чтобы балалайка, домбры, русские народные инструменты всегда звучали. Оркестр русских народных инструментов может исполнять совершенно любую музыку, всевозможные обработки и переложения, и все это заслуга Василия Андреева. У меня вся семья играет на народных инструментах. Мама Домриско, я не мог выбрать другого пути. Мой первый конкурс был в седьмом классе. Это был региональный конкурс-дебют, проходящий в Ростовском колледже искусств. Удачно, там я первое место получил, первый раз в жизни. Андреев, конечно, понимал, что при всей оригинальности балалайка уступает традиционным академическим инструментам, и писал пьесы специально для нее такие, чтобы могли передать ее своеобразный мягкий звук. Собственно, он и является ее родителем, потому что то, что было до Андреева, мы хорошо знаем. Это, естественно, инструмент простой, без ладов, без тех усовершенствований, которые появились благодаря Андрееву. Это, соответственно, хроматический строй балалайки, это расширенный диапазон. Галина Белоусова, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Великую дату отмечает сегодня читающий мир. 200 лет назад родился Достоевский. Его проза помогает разгадать тайну загадочной русской души, и поэтому слова писателя перевели на английский, немецкий, французский. О трудностях перевода можно только догадываться. Одно только слово «остушеваться» чего стоит. Романы Достоевского активно переводились на немецкий язык. «Идиот», например, целых 22 раза, если считать и фрагменты. А во французской критике даже появилось словосочетание «Роман Достоевского». Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня, как были в Рулетенбурге. Я думал, что они Бог знает, как ждут меня. Однако ж ошибся. Переводы прозы принято считать более простыми, чем стихотворные. Но в случае с Достоевским едва ли можно говорить о простоте работы переводчика. Взяться за его тексты – значит принять вызов. И даже невероятная переводчица Светлана Гайер, она, пожалуй, одна из самых известных переводчиков творчества Достоевского, испытывала определенные трудности, например, при переводе таких слов, как «надрыв». Какой немец может понять, что такое «надрыв»? Это действительно очень трудно передать. Всего Достоевского переводят. На самом деле и не раз, и много раз. И это отмечается. Вот немецкие представители, немецкие переводчики очень часто переводят Достоевского. И это ценно, опять же, потому что мы можем видеть всю палитру этих переводов и оценить, как это вообще в принципе происходит. В конце ноября, вот теперь, часов в девять утра, поезд Петербургской-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. Франсуа Дегин, будущий специалист по международным отношениям, изучает русский язык совсем недавно, но с нашей литературой знаком. В переводе узнал нюансы истории князя Мышкина, а вот название другого романа «Преступление и наказание» ему пока проще произносить по-французски. По данным ЮНЕСКО, сегодня Достоевский один из самых цитируемых и переводимых русских авторов. Авторов в мире. Галина Велоусова, Владимир Савилов, Перворостовский. Почти половина россиян, 44%, оценивают экологическую обстановку в стране на троечку по пятибалльной шкале. Таковы данные свежего опроса в ЦИОМ. 23% ставят оценку выше тройки, 26% ниже. 42% опрошенных считают, что больше всего вредят экологии мусорные свалки. Каждый третий винит выхлопы транспорта и 31% вырубку лесов. А какова экоситуация в нашем городе и что ее особенно портит? Давайте послушаем, что говорят ростовчане. Ростовский город занимается наведением порядка, убирает. Очень плохо оцениваю, очень плохо. Никакой обстановки у нас нет экологической, потому что деревья все вырублены, новые посажены, но они неизвестно когда вырастут, поэтому дышать нечем, короче. Я думаю, что троечка это самое много, влияет то, что очень мало зелени, парков мало. Было ли бы больше парков, наверное, бы легче было. Ты приходишь, тоже к умжинку, ты смотришь, все эти пластики, все эти пакеты, никто не убирает за собой. Ну, как бы во всем мире уже сейчас призвано, надо начинать с себя. На три с плюсом или на четыре с минусом. Как бы вам сказать, что портит? Наверное, большое количество транспорта, которого у нас. Очень много мусора, много свалок, много заброшенных участков. Радиоцентр, конечно, очень хороший, а все-таки в других местах не очень. Особенно, когда сравниваешь с Синяньей. Я живу, в общем, в Италии, в горах, в Альпах. Поэтому, если посравнивать с Альпийской Италией, то Ростова я бы дала там один с минусом балл. На пятерку мы здесь часто видим белок, много зелени, гуляем мы с удовольствием. Три с минусом, потому что сильная загазованность, много машин. В черте города и в центре. Когда на электромобили перейдем, на трамваи перейдем, не будет выхлопов, будет тогда на отлично. Сейчас бы я сказал, хорошо. Все зависит от района. По-разному. В новых районах там же ничего, кроме жилья, и нет. Великолепный воздух. А в центре тут уж вообще алис. Пробки. Где-то на тройку. Потому что большая загазованность, мало зелени, много мусора. Проблема с мусорной реформой. Мусор не вывозится. Очень много грязи. Троечка с половиной, потому что я встречаю районы, особенно после зимы. Сейчас еще более-менее, когда они очень загрязнены. Потому что я переехала из Ставрополя сюда пять лет назад. И мне есть чем сравнить. По экологии у меня вопросов нет. Вроде все в нормах. По загрязнению города это совсем другой вопрос. Правильно? Меня это устраивает. Я думаю, что и многих тоже. Ну, бывают, конечно, моменты, что не очень хорошие. Ну, в общем-то, ничего. Жить можно. Самые снежные зимы обычно бывают в Челябинске, Перми и Нижнем Новгороде. А меньше всего снега выпадает в Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Погоды, изучив данные метеонаблюдений за последние 10 лет. Итак, в Челябинске в среднем за сезон выпадает 181 сантиметр снега, а у нас для сравнения 46. Даже в малоснежном Волгограде на 20 сантиметров больше. А насколько белоснежным будет у нас завтрашний день, расскажет из-за окна наш метеакор Елена Доронина. Ростов-Ростовчане, друзья, всем большой-большой привет. Вот так нежданно, негаданно, казалось бы, пришли морозные времена. Но нет, мы к ним двигались постепенно, и все-таки на улице у нас не середина июля, чтобы удивляться морозному времени, а как-никак близится середина ноября, а там не за горами и зима. Поэтому как бы все согласно расписанию, все закономерно. Но согласно, до сих пор очень непривычно выходить на улицу утром, и когда тебя обдает такой бодрящий, леденящий ветерок, идет пар изо рта, и вообще, знаете, как-то без шапок и перчаток не очень комфортно, который я, кстати, сегодня благополучно забыла. Но вы постарайтесь не забывать, чтобы не заболеть. Все-таки сейчас нужно как никогда беречь свое здоровье. Субтитры подогнал «Симон» Морозы хоть и пришли, да снега с собой не принесли. Не то, чтобы его уж очень ждали, но все же согласитесь, есть что-то волшебное в первых белоснежных осадках. Вы же тоже в детстве бежали к окну, когда родители говорили, «снег пошел». Ну а пока за окном у нас переменная облачность, что днем, что ночью. Под холодным светом Луны воздух остудится до минус двух, а днем снова прогреется до плюс шести. Юго-западный ветер в целом спокойный, меньше четырех метров в секунду. Правда, иногда его порывы будут достигать и одиннадцати. Атмосферное давление упадет, но останется высоким – семьсот шестьдесят семь миллиметров ртутного столба. Влажность в пределах нормы – шестьдесят восемь процентов. Магнитное поле спокойное. На этом у меня все. Увидимся в эфире и за окном. Пока-пока. Что ж, таким был «Ростов сегодня». А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в девятнадцать ноль ноль. Наши новости можно найти на сайте одинростов.тв и во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация и контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. До встречи завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин